Hello! Right to Life presents Хозяева пренебрегают ими и плохо к ним относятся, не испытывая никакого сочувствия к верным и невинным собакам. И после того, как такие собаки в итоге заболевают, хозяева просто бросают их, не оглядываясь назад. Кичо — одна из несчастных собак, которая точно знает, каково это — быть брошенной и преданной людьми, которым она доверяла и любила. Вместо того, чтобы окружить ее заботой и лаской, семья Кичо лишила ее самого ценного в жизни — свободы. В итоге спустя некоторое время собачка стала слабеть и терять здоровье, и тогда хозяева бессердечно бросили ее в поле и просто уехали. Чувствуя себя опечаленной и сломленной, собачка продолжала ждать, когда они вернутся за ней. Хотя они и плохо с ней обращались, она все еще считала их своей семьей. Спустя долгие месяцы ожиданий эта несчастная малышка была уже на грани. Местный фермер заметил эту собачку, лежащую в поле в тяжелом состоянии, и немедленно связался со спасателями. Когда спасатели прибыли и увидели ее потухший взгляд, они почувствовали себя полными печали и сожаления. У собаки не было шерсти, по всему ее хрупкому телу были повреждения, и она с трудом могла поднимать голову. Казалось, она уже потеряла всякую надежду на спасение. Желая помочь ей, спасатели подошли к ней и посмотрели в ее невероятно грустные глаза. Когда один из спасателей решил ее погладить, Кичо испугалась и убежала. Однако они не сдавались и продолжали пытаться спасти ее. В конце концов, им удалось поймать ее и отвезти в ветеринарную клинику. Ветеринар поставил ей диагноз «чесотка», заявив, что ее кожные инфекции были хроническими. У нее также был вывих лапы и множество повреждений на теле. Было ясно, что ее хозяева плохо с ней обращались. Ей прописали антибиотики и назначили восстановительные процедуры. Собака оказалась очень напуганной и долгое время не могла довериться людям. Каждый раз, когда сотрудники предлагали ей еду, она быстро все съедала и старалась спрятаться ото всех. Сотрудники проявили удивительную заботу и сделали все возможное, чтобы завоевать ее доверие. Их сердца растаяли, когда Кичо впервые посмотрела на них своими милыми глазами. Спустя несколько дней ее кожа стала лучше, а силы немного восстановились. Она уже смогла стоять на лапах и немного двигаться. Опекуны радовались, видя, что ей становится лучше. Позже Кичо начала понимать, что ее опекуны – хорошие люди, и стала больше доверять им. Первое время она была слишком напугана, чтобы выйти на прогулку, но персонал делал все, чтобы она, наконец, успокоилась и понемногу привыкала выходить на улицу. В течение первых нескольких дней лечения кожа Кичо продолжала чесаться и вызывать дискомфорт. Ветеринарам пришлось сменить препараты и, к счастью, лекарство начало действовать. Через некоторое время кожа собачки больше уже не причиняла ей неудобства. Персонал продолжал превосходно заботиться о Кичо, и они были на седьмом небе от счастья, когда она полностью выздоровела. Ее шерсть снова выросла, и она превратилась в самую красивую девочку. Глаза Кичо сияли радостью, и она не могла перестать улыбаться. Она была готова покинуть клинику. Одна из сотрудниц решила забрать малышку, дать ей теплый дом и подарить всю свою любовь и заботу. Кичо не могла сдержать своего счастья. Она улыбалась и радостно виляла хвостом. Теперь этой милой собачке дарят много любви и объятий, и балуют ее заботой. Наконец Кичо чувствует себя любимой и нужной. Она больше никогда не будет забыта и брошена. Благодаря человеческой доброте, эта собачка снова поверила людям и стала самой счастливой и любимой.